Валидольная игра Не отдавали преимущества до финального свистка. Как и ожидалось, встреча лидеров регулярного чемпионата высшей лиги Нижегородской области по хоккей и шайбой выдалась жаркой и валидольной. Обе команды – хоккейный клуб «Саров» и ХК «АК» были настроены только на победу. Поэтому радовали шайбами зрителя и держали интригу все основное время матча. Игра получилась очень интересной. И для болельщиков в первую очередь и для нас все обе команды хотели выиграть. Игра была богата на контратаке. В начале встречи саровчане вырвались вперед, закинув сразу несколько шайб в ворота противника. Но соперники сдаваться не собирались. Собрав волю в кулак ближе к середине матча, догнали саровчан и сравняли счет. Основное время закончилось со счетом 4-4. Победителя предстояло определить в спортивной фортуне. Она оказалась на стороне «Аки». По булитам гости взяли преимущество 4-5. Впечатления максимально положительные. Игра понравилась. Жалко, конечно, проиграли. Но такие игры все равно надолго запоминаются и заставляют, как бы мотивируют еще больше и больше работать. Это был последний матч отборочного этапа чемпионата. И несмотря на то, что наша команда уступила «Аке», они уже обеспечили себе место в плей-офф, обыграв хоккейный клуб «Княгинина» еще в конце прошлого года. Первая игра полуфинала плей-офф пройдет на нашем льду 24 февраля. Вторую хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде 2 марта. Дорогие болельщики, 24 февраля хотим пригласить вас на наш первый домашний матч в плей-офф. Без вашей поддержки играть всегда сложнее. Поэтому будем стараться сделать свое дело, показать результат, чтобы в городе был праздник хоккей. 42-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2024» прошла на лыжной базе. В спортивных забегах на дистанциях 20, 10 и 5 километров приняли участие более 70 лыжников. На старт массовых забегов на 2 километра вышли военнослужащие, студенты и все желающие горожане. На старте спортсмены от мала до велика. Кто-то делает свои первые шаги, кто-то ступает на трассу, которая уже стала приличной и родной. 42-я массовая гонка «Лыжня России» собрала сотни горожан, среди которых военнослужащие, сотрудники предприятий, студенты и просто любители спорта. Радует то, что не только ребята, которые выбрали лыжные гонки как вид спорта, но и горожане очень любят этот праздник, приходят сюда трудовыми коллективами, семьями. Более 70 спортсменов бежали в гонки на дистанциях 5, 10 и 20 километров. Любители смогли поучаствовать в массовом старте на 2 километра. «Лыжня России» для нашего города особый праздник. Он традиционно объединяет все поколения спортсменов, детей, молодежи, наших дорогих и любимых ветеранов. И с каждым годом число любителей этого прекрасного вида спорта становится все больше и больше. В год 2024 президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи. И приятно видеть здесь спортсменов целыми семьями. «Лыжня России» не только повод посоревноваться и проверить свои силы. Несмотря на морозную погоду, многие пришли на спортивный праздник за положительными эмоциями, приятными встречами и семейным отдыхом. Здесь старшее поколение прививает детям любовь к здоровому образу жизни. Каждый год принимаем участие. Вот ребенка привлекаем уже тоже второй год принимать участие в «Лыжне России». Нравится ему, прекрасная погода, отличное настроение. «Расскажи, как тебе вообще забег? Сколько ты бежал? Какую дистанцию удалось пробежать?» «Два километра. Мне понравилось бежать». «Все понравилось. Погода бодрит. Бежали масс-старт. Эмоции положительные, настроение замечательное. Все понравилось. Постараюсь прийти через неделю на мемориал». «Я каждый год бегаю. Уже, наверное, на протяжении лет шести. Бежали массовый забег. Две тысячи километра. Две тысячи метров. Ну как, поддержать. Поддержать всю страну, поддержать ребят, которые у нас на фронте. Ну и для здоровья, для примера маленьких. Мы с семьей бежим. Так что все рады, все счастливы». На максимальной спортивной дистанции 20 километров лучшими стали Евгений Галихин, Александр Яковлев и Александр Зарубин. Первым в массовом забеге стал Антон Олькин. Саров. Победитель зимней Атомиады. Спортсмены из Сарова завоевали золотые медали в большинстве дисциплин 12-й спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки. До протяжения нескольких дней внимание поклонников спорта было приковано к соревнованиям. Одна из спортивных встреч Атомиады – матч по баскетболу. В спортивном зале юниора встретились команды в НИА из Москвы и старт из Заречного в рамках зимней Атомиады. С первого периода команда из Заречного показали свой победный настрой и сразу принялись забрасывать мячи в корзину. Шансы отыграться москвичам стартовцы не оставили. Все четыре периода они вели в счете. Итог 41-97. Борьба, конечно, шла. Но нам признать, что по счету шла она недолго. Мы, к сожалению, пока еще не достигли того уровня, которым играет команда Заречного. Но, тем не менее, несмотря ни на что, парни наши все бились, все старались. Где-то не хватает мастерства. Но нарабатываем. И в том числе на таких соревнованиях получаем очень хороший опыт. Команда «Старт» из Заречного в нашем городе не первый раз. Ребята признаются, что Саров для них стал уже как родной. На Атамиаду съезжаются лучшие спортсмены городов присутствия госкорпорации «Росатом». И со всеми стартовцы в хороших отношениях. Но каждый раз, встречаясь с командами на площадке, спортсмены из Заречного откладывают дружбу в сторону и стремятся к победе. Для этого мы сюда и едем на соревнования, чтобы, скажем так, и побороться, вот этот азарт борьбы испытать и победить в турнире. В этом году в зимней Атамиаде приняло участие семь команд из Москвы, Заречного, Санкт-Петербурга, Соснового, Бора и Сарова. Спортсмены соревновались в хоккее, баскетболе, волейболе, дартсе, шахматах, лыжных гонках и палеотлоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первых минутах первого периода противники забили в ворота с РФТИ первую шайбу. Наши хоккеисты пытались отыграться и дать ответ зареченцам. Но сравнять счет не получилось. С РФТИ получили еще одну шайбу в ворота. Счет 0-2 не получилось переломить и во втором периоде. Эмоции были на пределе. С той и с другой стороны не обошлось без удалений и нарушений. Но, несмотря на неутешающие результаты, игроки ХК СРФТИ не теряли боевого духа. В первом периоде мы получили запись пару моментов, пропустили, в втором поднажали. Сейчас, думаю, в третьем прибавим, нажмем на соперника, забьем свои голы и победим. Соперник трудный, ребята молодые, ребята бегут вперед. Видно, что у них есть сыгранность. Третий период стал для ХК СРФТИ переломным. Хоккеисты отправили в ворота за речи две ответные шайбы, сравняв счет. А после забили еще два гола. Итоговый счет 4-2. Чемпионат Нижегородской области по хоккею среди студенческих команд проходит четвертый сезон подряд. В текущем сезоне главный студенческий хоккейный форум собрал восемь коллективов. К шести традиционным нижегородским дружинам добавилась сборная СРФТИ и Княгининский университет. Уже состоялось три игровых дня по несколько туров. Через неделю мы встречаемся уже в Княгинино. В фоке молодежных там проходят еще пять игр. А 9 марта у нас регулярная часть завершается в Ледовом Торсове-Заречье. Это Нижний Новгород. Там проходят оставшиеся матчи. И по итогам именно регулярного чемпионата у нас команда будет отбираться, претендовать на поездку на первенство России среди студенческих команд, который в конце апреля пройдет в городе Санкт-Петербург. По словам Алексея Швецова, говорить о каком-то лидерстве пока преждевременно. Команды идут очень плотно. Пять команд претендуют на то, чтобы по итогам регулярного чемпионата занять первое место. В этот же игровой день ХК СРФТИ сыграли утром с Ран Хиггсом. Наши студенты реализовали свои моменты. Забили голы и выиграли 10-3. Также на льду Сарова клюшки скрестили и другие хоккейные команды области. К сожалению, мы проиграли, но при этом команда очень хорошо постаралась. На самом деле я ими очень сильно горжусь. Они регулярно занимаются. И, наверное, главная наша цель нашего комитета – это продвинуть хоккей от нашего вуза. В апреле отдельно пройдет плей-офф, победитель которого получит путевку на Кубок Полпредства в Казани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА